Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Хотелось бы представить клинический случай, историю болезни мужчины 34-х лет с клиническим диагнозом сеновиальной саркома дистального отдела левой бедренной кости 4-й стадии Т2Н0, Н0М1, Ж3. Метистатическое поражение легких парабронхиальных лимфоузлов, лимфоузлов средостения. Состояние после 4-х курсов полихимиотерапии, 2 курса АИ, 2 курса ГЕМТАКС. Состояние после экстрасекулярной резекции левого коленного сустава. Состояние после терапии ватриентом, отрицательная динамика, свищ в зоне некорректно выполнения биопсии. Состояние после иссечения свища от ноября 2016 года. Состояние после 2 курсов химиотерапии Йонделес, отрицательная динамика, инфицирование ложи эндопротеза от апреля 2016 года. Состояние после 6 курсов полихимиотерапии по схеме ГЕМТАКС, отрицательная динамика. Из анамнезоизвестно, что с апреля 2015 года у пациента беспокоит болевой синдром в области левого коленного сустава. При обследовании диагностирована опухоль. По месту жительства в городе Саранске была проведена биопсия образования. При гистологическом исследовании синвяльная саркова левобедренной кости G3. Проведено два курса химиотерапии по схеме АИ, на фоне чего отметилась отрицательная динамика в виде незначительного увеличения опухолевого компонента метастаза в легкой бездинамике. Далее проведено два курса химиотерапии по схеме ГЕМТАК. У пациента отмечена стабилизация процесса. В феврале 2016 года пациент обратился к нам в центр, центр рентгенорадиологии для хирургического лечения. По данным магниторезонансной томографии в дистальном отделе бедренной кости в области латерального мышелка определяется опухоль в образовании суммарными размерами 70 на 60 мм. Также стоит заметить, что опухоль нельзя исключить, что опухоль вовлекает в латеральное отделы связок и мениск. Исходя по данным МРТ, больному было выполнено оперативное вмешательство в объеме экстрабстикулярной резекции левого коленного сустава с дистальным резекцией бедренной кости, онкологическое эндопротезирование коленного сустава. Этап операции – резекция дистального диафиза бедренной кости в едином блоке с биопсией. Этап операции – эндопротез в сборе и макропрепарат, рентген макропрепарата в едином блоке экстрабстикулярной резекции. Оппортированность резекции – 13 см. При гистологическом исследовании монофазная сеновиальная саркома G3 признаков лечебного паноморфоза не обнаружено, в краях резекции опухолевых клеток нет. Рентгенограмма эндопротеза в двух проекциях. Далее пациент с марта по ноябрь получал терапию ватриентом в дозировках – 400 мг два раза в сутки. В ноябре 2016 года из рубца после выполненной биопсии неправильно по латеральной поверхности коленного сустава появился свитч с выделениями серого цвета. Был выполнен бак-посев, где роста флоры не получено. Пациент сразу экстренно с нами связался, отмечено повышение температуры тела до 40 градусов, прибыл к нам в центр и в срочном порядке оперирован. Пациенту выполнена ревизия ложе эндопротеза, иссечение свища с пластико-перемещенной, полусухожильной мышцы и установка диализной системы. Интероперационно также был взят бак-посев, при бак-посеве также роста флоры не получено. Вот так выглядел предоперационная картина свища и макропрепарат, иссечение свищевого хода показано насквозь. Далее, пациент с декабря 2016 года также проведено контрольное обследование, где была выявлена отрицательная динамика по метастатическим очагам легких и лимфоузлов в плане увеличения размера. Проведено 2 курса химиотерапии Йонделис, также на фоне чего отмечена отрицательная динамика. С февраля по апрель 2017 года проведено 4 курса химиотерапии Гемтакс. Каждые 2 курса также проведено контрольное обследование КТ легких, где у пациента выявлена положительная динамика в виде уменьшения очагов легких и также уменьшения очагов в парабронхиальных и лимфоузлах средостения. С апреля по июнь пациент также получил еще 2 курса полихимиотерапии по схеме Гемтакс, где при контрольном обследовании отмечена отрицательная динамика в виде увеличения лимфоузлов легких, ой, метастатических очагов легких почти в 2 раза. Лимфоузлы, в принципе, без динамики. И также синхронно в апреле 2017 года вновь появился СВИЧ в той же самой зоне по заднолатеральной поверхностям, выполненном в срочном порядке бакпосев, где выселился золотистый стафилококк. Пациент консультирован клиническим фармакологом, была расписана антибиотикотерапия, проведена календомицином и цифрофлоксоцином в течение недели. Далее пациент в течение месяца находился в процессе антибиотикотерапии аугментином. При контрольном бакпосеве последнем в июне текущего года также выявлен при бакпосеве золотистый стафилококк. Состояние свища на сегодняшний день, пару буквально дней назад сфотографировано, имеем ход до зоны эндопротеза. За суточные выделения имеем серо-мутного цвета по объему примерно в районе 60-80 мл за сутки. Таким образом, вот встал вопрос о дальнейшей тактике лечения. Это мужчина или женщина и возраст? Это мужчина 36 лет, ему сейчас 34, он начинал лечение в 2015, сейчас 36. И что с метастазами в легких? Какая динамика, численность, количество их и объем? Значит, объем сейчас метастазов в легких до 2 см максимально. За последние 2 курса химиотерапии гемитаксу увеличение в 2 раза. Были увеличения. Нет, эндопротез не разбирали полностью, соответственно, не было показаний к этому. Рана была промыта многократно растворами лавасепта, была установлена диализная система в течение 3 недель, поэтому нет, не разбирали. Хирургически консультирован пациент также и таракальными хирургами. Нет, там множественное поражение легких. Три метастаза, да. Легкие, да, там скрытый слайд есть. А можно в презентации последний слайд, он просто скрыт, открыть его. Паховые узлы не увеличены? Нет. Увеличены лимфоузлы парабронхиальные и лимфоузлы средостения по данным КТС. Других нет в проявлении. Скажите, а у пациента есть еще ресурсы химиотерапии? Ну вот сейчас встает вопрос об этом. Но есть лейкопения, нейтропения у пациента, которая гематологически, КСФ поддержка мы поддержим. И какие будут мнения у наших коллег? Какая лечебная тактика может быть предложена? Три очага. Три очага и поражение лимфатических узлов средостения. Самый последний. Спасибо. А пациенту делали ПЭТ? ПЭТ-КТ пациенту не делали. Нет, дальше, 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 дальше. Дальше. Еще. Еще. Вот. Вот, соответственно, самый крупный метастаз в левом легком. Он до 32 мм. Ранее, после 4 курса химиотерапии Гемтакс, был 18 мм. И так же… Бесяц назад появились пленки? Они в 2015 году при, соответственно, начале лечения уже были. При 15-м. А пациент пользуется оперированием, конечно? Да, он пользуется, конечно. Он ходит самостоятельно, без даже средств дополнительной опоры, но в фиксирующем ортезе в настоящее время. Ну, и сейчас имеется контрактура сгибательная, градусов 20 сейчас, он 30 максимум сгибает. А Вы обсуждали такой вариант удаления металлоконструкции, удаления очага органового воспаления и попытки дальнейшей химиотерапии? Потому что, вопреки всем правилам, пациент жив уже 2 года с метастазами сеноверной саркомы в легке, и он может еще жить, может быть, еще 2-3 года. К сожалению, тут нет прогностических никаких шкал, но за 2 года наблюдения метастаз имеет размеры всего 2 см, насколько я понимаю. Максимальный размер 2 см. Да, максимальный размер 32 мм сейчас, ранее он был 18 мм. За 2 года он увеличился на 14 мм. Нет, это за 2 курса последней химиотерапии. В самом начале? В самом начале, да, они были в районе, не больше 2, да. Не больше 2. Это, если вы спрашиваете, предложение. Это мой вариант, это мое предложение. Тут здесь, мне кажется, 2 вопроса. Первый вопрос, что делать с ногой, второй, что делать с больным. С больным, у больной в 4 стадии, с плохим прогнозом. По большому счету с ним нечего делать, он химиорезистентный. Поэтому надо думать о палеотивной симптоматической терапии. Сейчас пациент обеспокоит нога и в зависимости от социального статуса надо принимать и интеллектуального уровня пациента, принимать решение. Удалять протез и в ортезе, пусть он ходит и мечтает о следующей ноге или же следующем протезе. И палеотивное лечение легких. Потому что при всем уважении к Александру Александру Александровичу разговор идет о том, чтобы продлить его проживание. Сколько это будет длиться, как Артур Юрьевич мечтает, 3 года, сомневаюсь. Но полтора года у него, наверное, и есть. От ампутации он больше жить не будет. Понимаете, если для пациента психологически 33 года, если он из благополучной среды, если он другое дело в лесу живет, тогда 100% надо делать ампутацию и больше не бороться за эту ногу. Но если он живет, если это пациент определенного статуса социального, плюс ко всему, то не надо бороться уже за новый эндопротез. Действительно, давно надо выбирать протез. И дальше на палеотивное лечение. Вот протонную терапию или кибер-гножку. Где у нас товарищи? Вот. Хорошая идея. Извините, мое мнение. Может, кто-то... А есть еще, может быть, мнение? Можно? Отличаешься? У нас такие случаи тоже бывают, у всех бывают, потому что никуда не денешься. Когда были резко ослаблены четвертой стадии, понятно, что резервы на исходе практически. Я предложил бы, и мы так иногда поступаем, еще более упрощенный вариант, нежели это Меджалыч предлагает, мы иногда оставляем дренаж, и просто-напросто хорошо дренируется та полость, которая, значит, уже инфицировалась. И если есть какие-то резервы по химиотерапии, они проводятся. Если они закончились и уже не имеют смысла, то проводится просто симптоматическая терапия. У нас некоторые пациенты с дренажами доживают и год, и два, и даже были пятилетние сроки, когда пациенты живут и с эндопротезом, и с ногой, и с функцией, но и с дренажом. Так бывает. Нисколько не надо. Если хорошо дренируется, антибиотик не нужен. Это разные вещи. Здесь токсикация, теперь родная нога. Рано или поздно. Рано или поздно. Без антибиотиков, без страховки. У него начнется сэрс. На самом деле, надо минимализировать контакт пациента с хирургом путем удаления металлоконструкции, и вы завершите ваше лечение с ногой. У нас пятеро пациентов живут со свищевой формой. Вокруг эндопротеза есть воспаление, и трое из них получали химиотерапию по поводу метастазов в легких. У нас есть такой опыт, и химиотерапевты не хотят брать таких. Как раз основываясь на том, что здесь высок риск перевода локальной инфекции в системную. Но у нас есть опыт проведения химиотерапии со свищевой формой нагноения эндопротеза. Это я все, что могу сказать. Сепсиса не было. На самом деле, наличие длительного... Сепсиса не было. Бактериального воспаления или глибкова является противопоказанием для химиотерапевтического лечения глибкова? Да. Так, у нас еще есть время. Большое спасибо. Я, в общем-то, придерживаюсь того же мнения, что и Мамед Жавадыч. Мы решили удалить эндопротез. И если будут какие-то резервы, Сан Саныч сделал тайм-аут на полтора месяца с этим пациентом. Мы как раз пока успеем удалить эндопротез, поставим цивентный спейсер, и дальнейшая судьба его уже будет в руках химиотерапевтов. Спасибо. Ну, возможно, да, это уже... Решение консилиума будет. Решение консилиума будет. Решение консилиума будет. Продолжение следует...